Привет, с вами Сергей Никонов, и сегодня я расскажу, как с помощью CSS-свойства position можно позиционировать элементы на вашей HTML-странице. С помощью CSS-свойства position, которые мы будем рассматривать в этом уроке, вы можете позиционировать ваши HTML-элементы, но также есть и другие способы позиционирования, например, с помощью Flexbox, либо Grid. Об этих способах позиционирования мы поговорим в следующих уроках, а сейчас давайте сразу перейдем к примерам. Здесь у меня открытый редактор Visual Studio Code и браузер Google Chrome. И давайте сейчас создадим 5 цветных квадратов для нашего примера. Напишу здесь div, дам им какой-нибудь класс, item, и пусть у нас будет таких 5 штук. item, это у нас общий класс для квадрата, мы можем в него задать какие-то размеры, и давайте дадим ему какие-нибудь еще классы, в которых мы будем прописывать цвет. Например, red у нас будет, там какой-нибудь green, yellow, blue, и пусть будет какой-нибудь gray. Создали мы таких вот 5 div, если мы сейчас сохранимся, у нас ничего, естественно, не произойдет. Давайте теперь пропишем стили для них. Стили у меня подключены во внешнем файле. styles.css И давайте сюда сначала зададим базовые значения, как мы это делали в прошлых уроках, чтобы мы сбросили стили для наших отступов. Напишем margin 0, padding 0, и box-siding. У нас будет border-box. Все как в прошлых уроках мы писали. Далее давайте зададим стили для нашего вот этого вот item. Здесь напишем точка item. Пусть у нас будет он width 100 пикселей. И height у нас будет также 100 пикселей. То есть мы задали размеры для вот этих вот наших квадратов 100 на 100 пикселей. Если сохраним сейчас, опять-таки ничего пока не произойдет. И давайте теперь зададим цвета для наших вот этих вот div. Red, green, yellow, blue и gray. Поэтому напишем класс red. Background color у нас будет red. Далее для следующего diva green сделаем то же самое. Просто копирую. Здесь напишу green. И здесь напишу green. То же самое делаем для нашего следующего div. Это у нас yellow цвет, желтый. И остался у нас blue и gray. То же самое сейчас делаем. Blue. И gray. И давайте сейчас сохранимся. И вот у нас появились такие вот 5 квадратов цветных. У свойства position есть 5 главных значений. Это static, relative, absolute, fixed и sticky. Значение static это значение по умолчанию. И если вы добавите какому-либо элементу свойства position, вы можете использовать с этими элементами CSS свойства top, bottom, left и right. А также свойства z-index. И давайте попробуем сейчас добавить какому-нибудь нашему элементу, например, вот этому вот желтому квадрату, свойства position relative. Сюда напишем position и здесь выберем relative. Если вы сохраните документ, вы не увидите никаких изменений. Но теперь мы можем использовать свойства top, left, bottom, right и z-index для нашего желтого квадрата. Давайте посмотрим, что это такое. Здесь напишу top. Пускай будет, например, 50 пикселей. Сохранимся. И вот у нас желтый квадрат сместился на 50 пикселей вниз. Если мы уберем вот это вот свойство position, соответственно, у нас вот этот top не будет работать. Давайте сохранимся, посмотрим. Вот он не работает. Только если у нас есть position, он будет работать. Также у нас есть left, отступы слева. Вот у нас он сместился на 50 пикселей. Bottom. У нас сместился он наверх. И right. Вот у нас сместился он немножко левее на 50 пикселей. И также нам теперь доступно еще одно CSS-свойство, которое называется z-index. Давайте посмотрим, как оно работает. Здесь мы напишем, например, top 50 пикселей, чтобы у нас сместился вниз наш желтый квадрат. Но, как вы видите, у нас желтый квадрат накладывается на синий квадрат. Но иногда бывает ситуация, когда мы хотим, например, чтобы у нас вот этот желтый квадрат смещался под вот этот вот синий квадрат. Как это можно сделать? Давайте пишем сюда вот z-index и ставим значение минус 1. Сохраняемся. И вот теперь у нас желтый квадрат находится под вот этим вот синим квадратом. Если поставить единицу, z-index 1, то у нас желтый квадрат будет над вот этим вот синим квадратом. Обратите внимание, что z-index будет работать только со свойствами position, у которого заданы значения relative, absolute, fixed и sticky. А также с некоторыми свойствами дисплея. Давайте сейчас все вот это удалим. Оставим только наш background. Сохранимся. Все у нас сейчас как и раньше. И теперь давайте добавим нашему желтому квадрату position absolute и посмотрим, что произойдет. Пишем здесь position. И выбираем absolute. Сохранимся. Как вы видите, сейчас все элементы смещаются выше. Как бы игнорируя существование нашего желтого квадрата с position absolute. То есть сейчас наш вот этот вот синий квадрат находится под вот этим вот желтым квадратом. И если мы сейчас добавим вот этот вот z-index со значением минус 1, вы увидите то, что у нас синий квадрат занял место желтого. Как будто бы вот этого желтого квадрата вообще не существует. И сами элементы с position absolute, как в данном примере, позиционируются относительно всей страницы. И сейчас мы можем, к примеру, даже переместить наш желтый квадрат на самый верх. Давайте это сделаем. Сейчас уберем вот этот z-index. Сохранимся, чтобы у нас оставался на месте. И давайте сейчас его переместим в самый верх, вот сюда, вместо красного квадрата. Здесь напишем top 2.0. Сохранимся, посмотрим, что произойдет. И вот теперь наш желтый квадрат занял самую верхнюю позицию. Или мы можем прижать его в левый нижний угол. Для этого можно написать bottom 0. Сохранимся. И вот у нас в самом низу находится этот желтый квадрат. Или мы можем переместить его в правый нижний угол, написав при этом bottom 0. И также добавив туда еще одно свойство. Right 0. И вот у нас переместился он в правый нижний угол. И также можем переместить его в правый верхний угол. Для этого здесь нужно написать top 0. И здесь нужно написать right 0, как и здесь у нас написано. Сохранимся. И вот у нас он в правом верхнем углу находится. И дальше теперь мы можем наш желтый квадрат поместить прямо по центру, вот сюда. Достаточно написать следующее. Здесь можно написать top 50%. Right. Написать 50% также. И добавить свойство. Такое вот transform. Translate. И здесь написать 50%. Запятая минус 50%. Если мы сейчас сохранимся, у нас желтый квадрат будет ровно по центру. Вот у нас он перемещается по центру. Здесь вместо пикселей мы используем проценты. В следующих уроках мы рассмотрим, в чем кроме пикселей можно задавать значения для CSS. А свойство transform мы будем рассматривать в данном курсе, когда будем изучать анимацию с помощью CSS. Как я говорил ранее, Position Absolute позиционирует элементы относительно всей страницы. Но что если мы хотим позиционировать элементы внутри какого-то блока? Для этого также есть решение. И давайте немного модифицируем наш код. Перейдем наш HTML. И здесь добавим еще один div. с классом items. И в него поместим все наши элементы item. Чтобы это выглядело вот так. У нас есть items теперь. И в него помещаем каждый item. Вот этот div. Давайте сохранимся. Пока у нас нет никаких изменений. Перейдем сейчас в styles. И создадим класс, который вот мы только что создали. Давайте его опишем. Пусть это будет items. Как вот здесь мы писали. Класс items. И в него напишем следующее. Position Relative. И давайте создадим также какой-нибудь background. Для всего нашего блока. Пусть будет black. Давайте сейчас сохранимся. И теперь мы можем позиционировать наш желтый квадрат и другие элементы. Относительно радистского контейнера items. То есть вот у нас радистский контейнер items. Он у нас background black у него. В него мы добавили position Relative. И для нашего желтого квадрата сейчас у нас стоит position Absolute. И теперь мы позиционируем наши элементы относительно вот этого контейнера. Контейнера items. А не всей страницы, как это было ранее. И такая связка, когда родитель в данном случае items с position Relative. А дочерние элементы с position Absolute обычно используются при верстке сайта. То есть у нас есть вот этот вот items, главный контейнер, родительский класс, position Relative. И то, что в него входит, это position Absolute. Вот в данном случае вот этот вот желтый квадрат. И мы теперь позиционируем элементы относительно вот этого контейнера items, а не всей страницы. Запомните эту связку. У родительского элемента должен быть position Relative. А у дочернего элемента должен быть position Absolute. Также у position есть еще одно свойство под названием Fixed, который позволяет фиксировать наш элемент на одном и том же месте, даже когда вы скроллите страницу. Фиксированные элементы используются очень часто в навигации, например, когда меню сайта остается на одном месте, когда вы скроллите страницу вниз. Также фиксированные элементы могут использоваться, например, для какого-то элемента чата, когда вы можете нажать на кнопку, например, где-нибудь там справа снизу, и у вас откроется чат с поддержкой сайта. И давайте сейчас мы вот это вот удалим. Сохранимся. Теперь изменим наш position с Absolute на Fixed. Если вы сохраните, сейчас вы не увидите никакой разницы между Fixed и Absolute, так как пока мы не можем скроллить нашу страницу, потому что у нас все элементы пока на страницу умещаются. И сейчас давайте искусственно добавим скролл на нашу страницу. Для этого создадим стили для Body и здесь напишем Heights, ну скажем там 2000 пикселей. То есть у нас размер всей страницы теперь должен был увеличиться. Если мы сейчас начнем скроллить нашу страницу вниз, вы увидите то, что наш желтый элемент всегда остается на месте, благодаря нашему свойству Position Fixed. То есть вот мы скроллим, и он все время остается на месте. Но что если мы хотим, например, сделать так, чтобы при скролле страницы наш желтый квадрат фиксировался только внутри радистского контейнера Items, то есть внутри вот этого блока, а не всей страницы, как сейчас. Такое также возможно, если использовать еще одно свойство, место Fixed Sticky. Для этого давайте сейчас напишем сюда место Fixed Sticky и добавим Top 0. Сохранимся. И теперь, когда мы будем скроллить нашу страницу вниз, наш желтый квадрат внутри контейнера Items зафиксируется сверху. И когда скролл контейнера Items достигнет низа, наш желтый квадрат уйдет вверх вместе с контейнером Items. Давайте посмотрим, как это происходит. Вот мы начинаем скроллить. Наш желтый квадрат сейчас зафиксируется вверху. Вот он зафиксировался. И теперь, когда у нас контейнер закончится, он вместе с ним уходит. Видите, как это интересно работает. И вот так же обратно у нас происходит. Такой вот интересный эффект. Свойства Position используются при верстке сайтов. И как вы видите, использовать Position достаточно просто. В практической части этого курса, когда мы будем создавать сайт Киномонстр, мы будем применять свойства Position для некоторых элементов. Свойства Position очень удобны и полезны, если вы применяете его по назначению. Не нужно только с помощью свойства Position позиционировать абсолютно все элементы на вашем сайте. Иначе ваша верстка будет разваливаться. В мобильных устройствах будет она очень плохо отображаться. Так как для позиционирования существуют другие способы. Например, с помощью Flexbox или Grid. О которых мы с вами поговорим в следующих уроках. Я рекомендую проходить этот курс с интерактивными заданиями на сайте FraudCode. Чтобы вы смогли эффективнее учиться и закреплять полученные знания на практике. С вами был Сергей Никонов. Увидимся в следующем уроке.